Самое сердце Самары. Степана Разина, 44. То, что этот двор любят его жители, очевидно. Все вместе обустроили яркую детскую площадку, а серую кирпичную стену превратили в красочное полотно. Валентина Борисовна живет в этом доме уже больше 40 лет. Говорит, соседи меняются, но всегда на них везет. Сейчас двор попал под федеральную программу формирования комфортной городской среды. В программу мы и голосовали, и писали заявления, просили, помощи просили, в общем-то. А изменить хотим, ну как, ну чтобы лучше стало. Мы вот, видите сами, в общем-то, мы делаем немало для двора. Что преобразить в первую очередь, решают сами самарцы. Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнений. В своем дворе на Степана Разина жители хотят видеть мини-спорткомплекс и качели для малышей. Обустроить здесь нужно и пешеходные дорожки. Свои пожелания они высказали главе города Елене Лапушкиной. В частности, жители озаботились судьбой детской горки, которая оказалась под угрозой сноса, из-за проходящей под ней коммуникаций. Горка эта, ну не мешает, абсолютно. Ее надо реставрировать, ее надо подкрасть, ее надо отмыть. Жители из дома по соседству тоже обратились к главе города за помощью. Их беспокоит мусор, который скапливается у подъездов. И машины, которые запланили двор. Мест для парковки нет, но это мало кого останавливает. Автомобили оставляют даже на газонах. Елена Лапушкина на просьбу людей отреагировала. С мусором разберутся в ближайшее время. Въезд для машин закроют, появится здесь и уличное освещение. Может быть, мы можем свет сделать? Ну, скажем, качи, есть алкогольные? Здесь, что возможно, проектов куда? Работать. Давайте. Порядок наведут и во дворе на Комсомольской. Он находится на склоне. Из-за особенностей природного ландшафта, после дождя или тайния снега, здесь ручьями льется вода с верхних кварталов. У нас разуклон, да. У нас вот здесь все время лужа, болото. Ну, вот лопатными гоняем-гоняем, там вот бугорочек, а дальше опять ямка. Здесь заменят асфальт, чтобы вода не затекала во двор, изменят уклон тротуара. Появится здесь и поручень, чтобы спуск был безопасным. Благоустроят в этом году и двор на Ленинградской 7. Здесь озеленят газоны, приведут в порядок деревья, установят лавочку и урны. Елена Лапушкина также поручила разобраться с заброшенной постройкой на улице Некрасовской. Дом уже несколько раз горел, и пожар чуть не перекинулся на соседние постройки. Зеленый скверик появится и во дворе на Алексея Толстого. Всего же в Самарском районе преобразят пять дворов. Новый облик они получат уже в этом году. Мария Левина, Константин Головин. События.